ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Комплексы фото-видео фиксации нарушений, установленные на дорогах Кировской области, в этом году оштрафовали водителей почти 96 тысяч раз, сообщает ГИБДД. Всего случаев игнорирования ПДД было выявлено около 192 тысяч. Напомню, что информация о местах установки камер не является засекреченной. С подачи президента Путина эти данные были опубликованы на сайте госавтоинспекции еще в прошлом году. Сейчас добавлю, функционал камер в Кирове пытаются расширить за счет фиксации нарушений, связанных с непропуском пешеходов. ТРАССА СТО ОДИН Кстати, по поводу пешеходов. ГИБДД, сообщает Коммерсант, направила в региональное управление разъяснение, в каком случае водителей надо наказывать за непредоставление преимущества пешим гражданам. Если траектории движения машины и человека на зебре не пересекаются, то речи о штрафе быть не может. То есть, как там в правилах, если действия водителя не заставили пешехода изменить скорость и направление движения, значит все в пределах нормы. Другое дело, что многим водителям трудно оценить, помешают они пешеходам перейти дорогу или нет. Размер штрафа за непропуск, напомню, от полутора до двух с половиной тысяч рублей. В Госдоме зреют поправки, которые запретят пострадавшим в ДТП передавать право разбираться со страховой компанией другим людям. Смысл ясен. Тем самым страховые компании пытаются избавиться от назойливых автоюристов, которые их, страховщиков по их многолетним заверениям, разводят на деньги. Заплатил гражданину 30 тысяч, а сам потом взыскал со страховщика по суду 1200. Неплохой навар. Продавцы ОСАГО уверяют, что от таких автоюристов страдает вся автомобильная братья, так как это один из факторов, приводящих к росту стоимости автогражданки. ТРАССА 101 Сколько будет стоить техосмотр в ближайшем будущем? Сейчас над этим вопросом размышляет Федеральная антимонопольная служба. Конкретные суммы не озвучиваются, но ранее появлялась информация о том, что ТО подорожает в два раза. То есть в Кирове примерно до 1000 рублей за легковую машину. Напомню, что с 1 марта следующего года должны вступить в силу новые правила прохождения техосмотра. Машины начнут фотографировать, а диагностические карты будут выдаваться преимущественно в электронном виде. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова